Вот такой у нас аттракцион невиданной щедрости под Новый Год. Возвращаем людям рюкзаки, которые выкупили на аукционе. Привет, меня зовут Норт, я на канале RocketPlay. И сегодня, в канун Нового Года, мы будем делать хорошие дела и дарить людям подарки. Весь этот год, практически начиная с марта, я собирал рюкзаки, покупал их на аукционах, собирал, поднимал с других профилей, пересылал себе. В этом мне помогал мой администратор Big Boss Вранцуза, что ему большое спасибо. В итоге у меня было собрано довольно приличное количество рюкзаков, а именно 600. 600 рюкзаков мы сегодня вернем владельцам. Рюкзаки есть абсолютно разные, есть очень-очень большие. На данный момент рекордсмен весит 11,6 кг, и там очень-очень-очень много всего. Очень много всего, но это я еще не все забрал. У меня целая страница, у меня целая страница рюкзаков практически есть. И еще около 400 осталось на почте. 6 месяцев я покупал рюкзаки на аукционах, собирал их, переслал себе с другого профиля. Собственно, видно, что рюкзаков за раз переслано очень много. Тоже покупал с других профилей, потому что здесь заканчивались деньги. И в итоге она собиралась 600 штук. Чаще всего я покупал их прямо с аукционов, поэтому у меня заполнено очень много страниц почте. Практически полностью заполнено рюкзаками. Я специально почистил, чтобы не было лишних писем промежутки, чтобы было удобно смотреть. И вот, собственно, здесь сейчас будет видно на этой странице, что начал я это делать 20 марта. До этого у меня были летсплеи, в которых я возвращал примерно по 10-20 рюкзаков. Тоже старался каждый летсплей это делать. Сейчас же мы соберем... Ну, давай попробуем собрать хотя бы 3 страницы. Посмотреть, что у нас там по весу получится. Напомню, на странице по 50 писем. Поэтому 50 рюкзаков за раз мы сейчас собираем. Вот, собственно, было прочитано 50 писем, 50 рюкзаков мы собрали. Давай еще. Перевеса нет. И вот мы видим, что у меня уже практически заполнен инвентарь. Но я думаю, что еще одну страницу мы соберем. И здесь, как ты видишь, тоже есть, в принципе, абсолютно немаленькие рюкзаки. По полтора килограмма, по килограмму тоже по полтора. По-моему, где-то было два килограмма. Встречался, но сейчас мы его искать не будем. Вот 7,5 килограмм рюкзачок. Очень даже приличный. Давай соберем еще страничку. Собрали. Все, абсолютно все рюкзаки собраны. Я был удивлен тому, что рюкзаки, которые я прислал сам, который мне помогал собирать биббас француза, что ему еще раз большое спасибо, оказались, собственно, вот такими. Вот 9 килограмм, 8 килограмм. Довольно много рюкзаков было. Вот они в самом конце здесь. Остались я только что их поперекидывал. 3 килограмма, 3,3,8,7,9. Рюкзаки очень тяжелые, рюкзаки очень объемные. Возвращать, я думаю, будет очень-очень интересно. И потом мы с тобой в процессе съемок летсплеев будем смотреть, выгодно ли это дело. Напомню, что потратил я на это все около полумиллиона игровой валюты и окупится ли это, наверное, вряд ли. Но ради эксперимента, мне кажется, стоило это сделать. Оставшиеся рюкзаки, напомню, их было 600, где-то около сотни бы дособирали сами. Естественно, это такой негласный бонус. Получается, что я практически все отсортировал. Здесь у меня очень тяжелые, здесь у меня полегче. 200-300 грамм такие вот, от 200 до 300. И здесь такие совсем легкие, до 100 грамм. Вот я вижу, еще пару штучек у меня тут затесалось. Я хотел начать именно с них, но если учесть, что место, к сожалению, не позволяет. Иначе я буду еще очень долго записывать. А удивлением для меня было то, что не только сложно собрать такое большое количество рюкзаков и выкупить. И напряжно, но и снять такую серию на самом деле очень даже непросто. Поэтому, я думаю, лайчонок-то свой поставил, за что тебе большущие. Спасибо. Собственно, вот у нас самые мелкие остались. Мы сейчас вторая партия. А тут вот от 100 грамм, вот еще один. Тут вот от 100 грамм до 200 грамм у нас, собственно, вторая партия. Давай мы ее начнем наконец-то вручать. Собственно, поехали. Почта кому? Значит, 280 вот даже есть. Вот давай с 280 начнем. Он должен был в той категории оказаться. Ну ладно, это у нас рассольник, это у нас морфинг, я так понимаю, ник у человека. Вот такой у нас аттракцион невиданной щедрости под Новый год. Возвращаем людям рюкзаки, которые выкупили на аукционе. Посмотрим на реакцию. Я думаю, что в течение пары дней появится реакция. Я сниму отдельный летсплей. Собственно, поехали. Ник скопирован, рюкзак есть. Поздравление пошло. Отправлен первый человек у нас. Давай далее. Поехали. Копируем ник. Вставляем, Стасян, кривой. У нас синий дрожжи забирает обратно. Далее 280. Вот еще один затесался. Не все я так хорошо замечаю, потому что уже в глазах, честно говоря, от них и бит. Это у нас Чапи, который забирает рассольник себе свой. Обратно. Давай я немножко отсортирую. Немножко подвисает. 200 грамм у нас где-то промелькало. Вот 240. Давай отправим сразу же. Это у нас ЛД, который забирает рассольник. Начинал я покупать рюкзаки еще на маленьком уровне, поэтому они далеко не все такие. Прямо объемные, масштабные. Где-нибудь было мало. Это у нас Штилис Чефирный, который забирает у нас кусок акского угля. То есть, в принципе, не очень много по количеству, но вещь 650 грамм. Но вещь такая, нормальный случай, что я на кордоне нахожусь, покупал я это там. Со следующих локаций. Это у нас интересный ник. Лофер, я так понимаю. Если бы какого читать. С таким намеком, скорее всего. Ну да не суть. Забирает у нас срачник ржавую плесень. Надеюсь, его, собственно, от этого не подгорит. А поскольку рюкзачков еще очень много, давай я, наверное, эти вручу быстренько сам, просто копируя. Ники вставляя, не показывая тебе, потому что это будет очень долго и очень много. Переключусь, наверное, на самые большие рюкзаки. Мелкие я тоже повручаю быстренько сам. Потому что занимает это немножко дольше времени, чем я планировал. Поэтому сейчас... Ух ты, как красиво получилось, что я выделил все. Сейчас я это все быстренько верну. И мы к самым, к самым, к самым тяжелым от килограмма рюкзакам, которых там в пределах 30. Вернемся, ты посмотришь, что же люди такого насобирали, что же люди такого потеряли. И потом мы в отдельной серии, естественно, покажем еще раз тех, кто у нас получил свои рюкзаки. Я закончил раздавать все мелкие подарки. Давай отдадим самые крупные. Собственно, начиная с килограмма у нас это... Шлепа русский кот, у которого кусок отского угля, расток, ромашки и остатки радиопередатчика довольно в приличном количестве. Далее у нас идет... Далее у нас идет... Идет у нас далее РС Патриот, у которого остатки медной проволоки и немножко семечек, что тоже полезно на улице. Стреляют, я думаю, вполне возможно слышно. До Нового года у меня осталось всего два с копейками часа. Сизон... Сизернон, я так понимаю, семечки. Большой рюкзак, но это всего лишь семечки. Семечки у нас тоже. Тяжелые бабульки, которыми торгуют, абсолютно это подтвердят. Собственно, дальше у нас Че... С Михалыч, я так понимаю. С Михалыч, тоже семечки. Семечки, ребят, вы с рынка шли или что? Я что-то не понимаю. Вы там скооперировались, шли с рынка, да, торговать. Понятно. Комментатор. У нас остатки медной проволоки 20 штук, я думаю, он обрадуется. И это довольно неплохо. И это довольно неплохо. 1,1 килограмм пошли, в смысле? Не понял, как их 1,1? 1,1 у меня должен был быть позже. Давай пропустим. Немножко недоскладывал я. Это у нас махам, я так понимаю. У него срачник. Неполыхающий. И на том, как говорится. Спасибо. Килограмм 40. Это у нас ЛГКТГ. У чувака припадок случился, он так и некое пробирал. Собственно, рассольник 52 штуки. Копил на что-то человек. Будет, скорее всего, уже не обрадован. Давно-давно прошло время. Ребус IQ. Майчок группы Альфа. Кусок азкого угля. Очень много расток. Чернобыльской ромашки. Довольно полезная сумочка у нас получается. Собственно, рюкзачок пошел на 50 грамм. Леха и Леха, короче, у нас с болот Леха много насобирал. Судя по нику, реальный пацанчик. Значит, сделан в СССР, пишется через S. Автору Ника фрагмент. Собственно, у нас Альфа. 7 штук. И давай мы еще один вручим. Это у нас Назачка, я так понимаю, или Назачка, не знаю, семечки тоже. На одну больше собрал, а шла, видимо, с ребятами тоже на рынок. Или шел. Уж не знаю, но слово женского рода. Рудиарн у нас собрал тоже семечки внезапно. Ребят, вы там толпой целы шли? У вас там микроавтобус семечек шел? Или что, в смысле, ехал? Рип, сочувствую. Под озономик, синие дрожжи. И украсит его Рип. И далее у нас шакал, я так понимаю, фрагментов тоже данных Альфа. 7 штук. Точно такая же у нас посылочка была, с таким же весом другому человеку. Далее у нас DeFortex и тоже семечки. Теперь мы знаем и марку этого микроавтобуса, на который мы не ехали. Это у нас коврик, который тоже фрагмент данных Альфа 7. У нас есть группа тех, кто вез семечки. У нас есть группа тех, кто собирал фрагменты Альфа. В количестве 7 штук. Ушлый, который тоже собирал фрагменты Альфа в количестве 7 штук. Две группы по интересам мы уже можем образовать. И это вполне неплохо. Ваня, сочувствую. Ваня, ржавая плесень, срачник. Я надеюсь, это имеется ввиду джиперство, а не то, что вы подумали все. И, собственно, далее. Мы почти приблизились к 1,1 килограмма. Это у нас плохое, я так понимаю. Но частицы, ничего себе, я таких даже не знал пока, что еще они туда не заходили. Я так понимаю, с дальнего севера. Остатки аккумулятора, дурманками, северный мух. Это действительно полезная, мне кажется, посылка человеку придет. Но частицы просто так не назовут. Действительно, что-то, скорее всего, полезное. Коряга-корадун у нас получает корень вонючкой семечки. Это у нас начальная локация. Вот мы приблизились к 1,1. Я, наконец-то, могу этот отдельный рюкзакчок. Тоже перенести. И это у нас Рикки Морти, которые забирают на двоих 22 семечки. Они, видимо, на двоих собирали, бежали за автобусом. Не успели. С семечками Сазарок получает. У нас ростовщеновская ромашка. Остатки радиопередачки. Кусок адского угля. Довольно неплохая посылочка. 1,1 далее. Далее у нас 1,1 на Омикс, который у нас собирает семечки. И, я так понимаю, садится в самый вперед микроавтобуса с семечками, потому что у него больше всего. И Нер Джойн, который собирал срачники остатки медной проволоки, что, в принципе, вполне себе неплохо. 1,1 у нас уже почти заканчивается. Предпоследний рюкзачок. Мы уже почти дошли до полтора. Вадюша Мусоров семечки тоже собирал. Вместе с предыдущим оратором сидел. Во главе автобуса с семечками. Это у нас Джеймс Мариарти, который собирал очень даже много всего. Ростовщеновская ромашка. Остатки радиопередачка. Рожевая плесень. Кусок адского угля. 1,1. Отметочку прошли. Успешно движемся дальше. Дальше у нас CMD Moral. Рассольник собирал. Рассольник получил. Рассольник, я так понимаю, сварит. Будет очень вкусно. Далее у нас Махнонос, который собирал семечки и корень на болотах. Далее у нас немножко потяжелели рюкзачки. Это у нас Шведский, который собирал тоже на болотах семечки, но прихватил еще и корень. Поэтому в автобус его не взяли, чтобы не, собственно, рушить идиллию. Крендель, шнырь. Сочувствую. Срачник он собирал. Прямо вот шнырям только срачники и собирает. Логично. Чтобы свои не участвовали. Марк Рейд у нас собирал семечки и остатки медной проволоки тоже довольно неплохо. Тут очень сильно чавкает попкорном на задних рядах. Ребята, попрошу потише. Иван Тихун. Семечки собирал, тоже не попал в микроавтобус, потому что корни у него тоже прибились. Случайно. Плохо сортировал семечки, прибились корни. Шашка, сочувствую ему тоже. Тоже собирал семечки и корешки. 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 Корешки это у бандитов нормальные корешки. Так, это у нас Маракатум. Интересный. Их фрагмент данных альфов 8 штук. Надо же, в нашей группе по альфе есть победитель. У него 8. Хорошо. Далее у нас лепор, у которого тоже семечки и корни. Надеюсь, он их не теряет. Хотя, судя по всему, как раз таки потерялся, и мы его возвращаем. Даня Блотной собирал фрагмент альфа, еще и дрожжи прихватил. И вылетел из группы данных альфа. Опять же, чтобы не рушить идиллию. Михалыч Губанов собирал у нас тоже семечки. С корнями вместе. Знаете, очень все надеемся, что они с группой. Мистер Брушку тоже собирал семечки. Перехватил тоже корни, которых у него побольше, чем у всех. Далее у нас идут Макс Геннадьевич. Собирал ростки Чеснобольской ромашки, ржавой плесень и синие дрожжи. Далее у нас идет товарищ под ником Овнэксер. Остатки медной проволоки. Очень хорошая посылочка. И чуть-чуть ржавой плесени. Видимо, проволока не совсем свежая, а сыпалась. А Алексей Потапов. Случайно я не то нажал. Собирал тоже у нас остатки радиопередачи. Коченобольскую ромашку заодно прихватил пару корней. На супчик, видимо. Алексей Потапов, скорее всего, веган. Блебович. Сочувствуем всей толпой. У меня тоже собирал семечки и корни. Такой ужасный ник. Она собирала, на самом деле, кусок адского угля, синие ромашки. Ростовщинобольской ромашки. Тоже синие дрожжи, синие ромашки. Остатки радиопередачек. У меня уже в глазах двоится от этих сумок. Как их много получилось. Я, честно говоря, даже не ожидал. Хотя, честно говоря, вот таких вот, ребята, старался не брать. Это, видимо, с подобранных. Осталось. Папик Бобик. Хорошо, что не наоборот. Бодик. Бобик. Корни собирал тоже у нас. С семечками. Остатки минной проволоки у подсоса сталкера. Хорошо, что не уточнил, у кого. Взрывают все еще активнее. Человек упал лицом на клавиатуру и придумал ник. У него кусок адского угля. Росток чернобыльской ромашки. Остатки радиопередачек. Тоже, видимо, под Новый год регистрировался. На что попал, то и зарегистрировал. Молодец. Ну, либо кот помогал. Хитстик. Кис. Кис, господи. Фрагмент данных альфа 9. Уже, наконец-то, и синие дрожжи у нас 6. Мы практически добрались к полтора килограмма. У нас Тим Педро следующий. На него собирал тоже корни. Посылка объемная по весу, но бесполезная по пользе. На самом деле, многие из таких вот посылочек стоили 100, 200 до 500 рублей. Поэтому я сильно не заморачивался. Смотрел, что много. Поэтому собирал корень вонючка. И, собственно, ростки мы тоже отдаем. Далее Костя ушлый. Получает свою посылочку. Далее у нас идет штанга кача. Фрагмент данных собирал проволоку. Это прямо замечательно. Фрил. Квантовые батареи. Что-то новое пошло. Мы уже почти добрались. Мун Эр. Остатки передачи Кэрестокер Ромашки. Это у нас уже такие полезные пошли посылочки. Полезные. Франк Кейс нас собирал. Все еще болотное до сих пор. Но по весу получилось очень даже неплохо на самом деле. Никит Ростик собирал тоже все с начальных локаций. Ему мы это возвращаем. Уже практически 2 килограмма. Посылки становятся все интереснее. Парсалов собирал тоже все на начальных локациях. И мы собственно Шуруп Фактори. Тоже начальные локации. Тоже отдаем. Остается совсем немного. СТЛ простенький ник. Но при этом Росток Чернобыльса Ромашки. Остаток радиопередатчика. Куски угля. У меня уже даже язык не выдерживает. Такой нагрузки. Такого количества прочитанных ников. Тут тошней собирал у нас на начальных локациях. Все. Осталось буквально совсем недолго. Далее у нас Мировой Вейкер. Я так понимаю. Собирал только семечки. И у нас появился водитель микроавтобуса с семечками. Мираж. Собирал остатки медной проволоки. Корни и семечки. Это хорошо. Потому что остатки медной проволоки. В принципе вещь полезная практически на любых до северных локациях. Манши не рок. Я так понимаю. Тоже начальные локации собраны. Далее. У нас практически 2 килограмма. Это у нас Минтальшима. Я так понимаю. Да, Минтальшима. Срачник, ржавая плесень. Собрано. Далее, далее, далее. Попрошайка денег. Получает остатки медной проволоки. И до кучи всякую зелень. Так хотел. Так и получил. Хотел, денег получил. Злой медведь. Злить не будем. Возвращаем семечки. У нас появился кондуктор микроавтобуса с семечками. Кондуктора больше, чем у водителя. Пока водитель не видит, кондуктор немножечко себе. Некрил скопировал, но при этом не передал тоже семечки. И мы практически уже около двух. Многрамм за две. Опа. Моя. С другого профиля. Надо же сам себе отправить. А до этого я отправлял себе маленькую посылочку тоже на один из моих профилей. Стриммерский. Сочувствую человеку. Остатки данных бета под озоновик и хлорник. Фрагменты. Тоже довольно полезная посылочка. Внезапно сам себе отправил свою. Как неожиданно. Метеордес. Собственно, у нас собирал ржавой плесень, срачник и остатки. Медной проволоки тоже. Два килограмма у нас пошли. Мы их потихонечку размениваем. До трех остается так. Даже немного. Рест. Господи, ну и ники, ребята. Кусок адского угля. Остатки радиопередачки. Ростов-Чернобыльской ромашки. Рожавая, собственно. Плесень остается совсем уже немножечко. Добраться до интересных. Алюминиевый кабель. 38 штук, кстати говоря. И немножечко зелень. Очень даже неплохо. Для крафта, для бартера. Бабай-восьмерка. Остатки научного оборудования. 40 штук. И под озоновик пятерочка. Тоже в па... Опа. Уже даже промахиваюсь. Тоже вполне себе полезная посылка. Биба без Бобы. Немножко не добежал. Да, кусок адского угля. Ростов-Чернобыльской ромашки. Остатки передачика. Тоже, в принципе, полезно. Боба без Бибы. Интересно будет у нас сегодня или нет. Янг. Собирал у нас остатки научного оборудования. И под озоновик. Получает все, как говорится, в целости и сохранности. Далее у нас Яни-Звестик, я так понимаю. Ржавая плесень. Остатки медной проволоки. Семечки. Остатки алюминиевого кабеля. Остатки кабелей товарищ получает. Будет довольно рад. Яна Салях получает. У нас очень много корней и семечки. Далее у нас идет Чат Аллопский. Который жавая плесня. Ростов-Чернобыльской ромашки. Кусок аскоугля. Остатки радиопередачика. Собирал. Мы уже практически подобрались к 3 килограммам. И это очень даже хорошо. Егорка. Разведчик. Но частица. Северный мох. Остатки аккумулятора. Но частица. Смотри. 107 штук. И дурман камень. То есть довольно объемная посылочка получилась. Для человека. Не на ход. Я так понимаю. Получают у нас фрагменты. Дегамы. Рыжий папоротник. Это очень даже полезно. Дегаму. Не так просто добывать. Я думаю будет рад. Я думаю будет рад. Винницкий психо. У нас собственно. Остатки медной проволоки. Семечки. Срачник. Ржавая плена. Ну да. По комплекту заметно. Далее почти 3. У нас осталось 2 посылочки. Это у нас Гудго. Под озонный клорник. Фрагмент данных бета. Тоже в принципе вещь довольно полезная. Хотя добывается гораздо легче. Чем не гамма. Мак Кеннон. У нас получает очень много всего. Северный мох. Фрагмент данных бета. Альфа. Гамма. Маячок. Группы альфа, бета и гамма. Уже реально язык заплетается. Под озонный кусок адского угля. Очень много всего собрал человек. И это хорошо. Далее. Брахмананим. Тут в основном корень и семечки. Но посылка довольно объемная. Уже и 3 килограмма мы прошли. Осталось совсем немножечко. Яблочек. Тоже маячок альфа. Кусок адского угля. Остатки передатчика. Росток. И фрагмент альфа. Далее у нас идет. Далее у нас идет остатки медной проволоки. 55 штук внезапно. Это прям прилично. Это прям на бартер чего-то хватит. Зикер Кук получает маячок группы гамма. Северный мог дурман. Фрагмент гамма. Загамился чувак немножко. Гамил и загамился. Далее у нас гигизофиги. Господи. Гигизофиги. Рожароплесень, остатки медной проволоки. Семечки. Тоже довольно прилично это все получилось. И осталось всего 3 полосочки посылочек. Делкиф. Фрагмент данных бена. Остатки ромашки. И под озонный эксклорник. Получает свои на место. У нас 3 килограмма с половиной практически пройдено. Марк 5. Марк был хорошен. 102 корня. На что-то человек копил, не докопился. Сейчас ему уже скорее всего это не нужно. Нил Армстонг. Я так понимаю, вещество. Рыжий папоротник и квантовая батарея. Полезный довольно бонус. К 4 килограммам почти подобрались. Осталось всего ничего. Марк Муся. Фрагмент данных альфа. Кусок адского угля. Росток чернобыль с кромашки. Все в приличных количествах получает обратно. Далее. Яша Крот. Кто-то запускает салют. Фрагмент данных. Гамма. Дурманками. Северный мох. Оп. Отправили. Давай выйдем посмотрим. Где оно взлетает. Все. Не взлетает. Ну и ладно. И так. И так откликлись. Продолжим отдавать. Собственно. У нас следующий. Ашен Мун. Я так понимаю. Ник. Остатки медной проволоки. У кого-то снова бомбануло. И очень много ржавой плесени. Получает этот персонаж. Далее у нас по списку идет Максон Танкист. Который получает под озонами остатки научного оборудования. 48 и фрагмент бета. Тоже довольно много. Тоже довольно полезно. Клин Цаныч добрый интересный ник. Получает довольно однообразные семечки. 89 штук аж насобирал. У нас появилось место. Опытовая база. В котором собственно предыдущая маршрутка у нас закупала семечки. Далее Егор Береза. Который росток Ченобольской ромашки. Кусок отского угля рассольника Мэйча группы Альфа. И остатки радиопередачки аж 40 штук. Собирал по локациям. Мы разменяли пятый килограмм. И остается всего лишь две странички. Подарков Алекс Фомов. Я так понимаю. Кусок отского угля. Остатки радиопередачки. Мэйчок группы Альфа. И росток чернобыльской ромашки. Аж 143 штуки. У человека. Поэтому довольно объемная посылочка получилась. Уже такие гораздо более грузные вещи. Блуд рис и более полезные. Остатки передачки. Собственно 104. И росток ромашки 4 штучки. Получается остатки передачки у нас где-то по 50 грамм весит. Плейтах. Интересный ник семечки и корень вонючка. Человек с болот принес 5 килограмм. Далее у нас Рэймари, который ржавую плесень собирал. Остатки медной проволоки 30 штук вполне неплохо. И срачник 26 не густо. Далее у нас Тимур Порошков. Я так понимаю. Остатки радиопередачки. Кусок отского угля. Остатки чернобыльской ромашки 118. Фрагмент данных Альфа 9 штук. И последняя пара рюкзачков в этой строчке. Это у нас Асура. Фрагмент бета 4. Остатки оборудования 64. Хлорник 57. Подозонник 43. Ровненько сотня получается из двух позиций последних. Протомоз. Семечки 101 штук. Корень вонючка. И остатки алюминиевого кабеля тоже собрал. Надпись готова. Я случайно скинул. Когда отходил, значит у нас Биг Бобби. Следующие остатки научного оборудования 108 штук. Хлорник и подозонник. И мы разменяли. Последнюю строчку у нас. Большие веса пошли. Самые большие. Топ 8 получается. Самых тяжелых посылок. Это у нас данмер, у которого очень много всего. Остатки радиопередачки 8 штук. Синие дружи 10. Остатки научного оборудования 56. Кусок адского угля 9. Росток Ченнобыльской ромашки 9. Фрагмент данных бета 7. Подозонник 22. И хлорник 38. Очень большая посылка. Далее у нас почти 6 килограмм. Седьмое, соответственно, место по весу. Это у нас Кимимун. Я так понимаю. Фрагмент данных бета 23. Подозонник 21. Остатки научного оборудования 40. Хлорник 4. Шестое место по весу. Начиная с конца. Сквиртвард. У нас забирает корень и воничка. Росток Ченнобыльской ромашки. Семечки. Остатки алюминиевого кабеля и радиопередатчик. 16 штучек. Пятое место. Это у нас ССО какой-то. Фрагмент данных. Гамма 42. Остатки аккумуляторов 24. Дурман камень 4 штучки. Еще почти 8 килограмм. Это у нас четвертое место. У нас Always. Остатки радиопередатчиков. Радиопередатчиков 80. Кусок отского угля 109. Аж растопченой оборудования 103. Тени дрожжи. Соответственно, 12. Очень долго, видимо, человек фармил все это дело. Я ему верну. Будет рад. Культ одиночества. Сочувствуем сразу. Фрагмент данных Альфа-1. Кусок отского угля 160. Росток чернобыльской ромашки 128. Ромашки. И остатки радиопередатчика 63. Штучки. 9 килограмм. И это у нас второе место. Это было третье. Второе. Это у нас Куазак. Остарадио. Господи, какое радио. Росток чернобыльской ромашки 122. Остатки радиопередатчика 112. И кусок отского угля 106. Немножко сплываются уже стоочки. Столько посылок отправил. И победитель, собственно, у нас по весу. Человек с самой большой посылкой на 11,65 килограмма. Посипоша помечен. Почему-то. ПТ-зумник 53. Остатки ночного брода не 176. Хлорник 37. А рассольник 6. Фрагмент данных ПТ-6. Синие дрожжи 9. Вот такая очень большая посылка. И на этом, собственно, мы наконец-то выполнили свое новогоднее предназначение. Чувачок в свитере у нас рядом стоит. И, собственно, я тебе хочу сказать спасибо большое, что смотрел. Спасибо большое, что смотрел. Спасибо, что со мной имел возможность повручать посылочки. Еще раз с Новым Годом тебя. Счастья, здоровья, удачи. И, собственно, подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий. Если тебе не сложно, поздравления, что-нибудь. Поделись с друзьями тоже. Покажи видосик, что вот столько сумок раздали мы, собственно. Пусть тоже комментарии напишут. Пожелают что-нибудь хорошего. Я им из-за этого отвечу. Еще раз с тебя с Новым Годом. Счастья, здоровья и удачи. Всего хорошего. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok